Весьма эмоциональным вышло очередное заседание районной коллегии, потому что тема для обсуждения была как никогда актуальной. Выполнение государственной программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Докладчиком выступил заместитель главы района по строительству Алексей Титов. Программа, на которую выделены колоссальные бюджетные деньги, заработала в прошлом году и продлится до 2015 года. На территории нашего района в нее вошли городские поселения Дмитров, Икшени, Красовский, Деденево, сельское поселение Костинское. В рамках этой программы должен быть переселен 61 аварийный дом, в котором проживают 1418 человек. Программа финансируется за счет средств районного областного федерального бюджета Фонда по реформированию ЖКХ. Общая сумма, выделенная на район для исполнения программы – 932 миллиона рублей, из которых 245 миллионов средств Фонда по реформированию ЖКХ, 410 миллионов деньги областного бюджета и 276 миллионов рублей из бюджетов поселений. Для реализации программы главой района было дано поручение строительному отделу администрации заключить контракты с подрядчиками. В список вошли строительные компании «Березовец», «Пик-регион», «Дмитровский горизонт» и другие. По словам Алексея Титова, контракты в этом году выполнены в полном объеме в городских поселениях Икша, Некрасовский, сельском поселении Костинское. Не успели расселить людей из аварийного жилья в городском поселении Деденево. А вот в городском поселении Дмитров положение катастрофическое. Из 20 домов не переселено 10. Титов назвал три главные причины срыва выполнения программы. Это невыполнение условий контрактов с застройщиками, в том числе компанией «Пик-регион», нежелание людей менять свои жилищные условия и низкая покупательская способность жильцов. Глава Дмитровского района Валерий Гаврилов и начальник финансового управления Татьяна Кривова напомнили, что за невыполнение государственной программы переселения из аварийного и ветхого жилья районные администрации несут ответственность. В городском поселении Некрасовский жильцы уже успели получить новые квартиры в трехэтажном доме. Переезжают в новые квартиры и жители городского поселения Икша. В городском поселении Деденево программа будет выполнена только в 2015 году. Об этом заявила руководитель администрации поселения Ольга Куземская. Что касается городского поселения Дмитров, то доклад по нему Валерий Гаврилов не принял и поставил задачу в короткие сроки заключить новые контракты по строительству жилья для переселенцев.